Костовый? Так мы же солянку готовим. В конце выпуска помните, что мы обязательно... Рецепт, все это будет, все будет. Поэтому смотрим до конца, ребят. У нас от RM Agro есть розыгрыш. Розыгрыш, который мы будем проводить под этим выпуском. Ну-ка, убрали руки. Откуда это взяло вообще? Мне так нравится, как они ходят. Там очень жарко, они сказали, и сняли штаны. Это же была моя голубая мечта. Какое-то странное слово, голубая, да? Мне кажется, в конце выпуска они просто подерутся. Здрасте, выйдите, пожалуйста, из кадра. Спасибо, у нас съемки, да, спасибо. Мама твоя пришла, да? Родные места собрали в себе чистоту природы, современное производство и традиционные рецепты. Родные места, природа, традиции. Друзья, всем привет! Мы продолжаем наше кулинарное шоу Вилкину. И, конечно же, сегодня у нас новые гости. Это блогеры, казанские блогеры, которые сейчас прям вот идут по восходящей вверху. И я думаю, скоро у них будет просто сотни тысяч подписчиков. Рафис Адакас и Айгель Сулейманова. Ваши аплодисменты! Салям! Халяв! Эйбе! Отлично, давайте, проходите к нам сюда, друзья. Сегодня мы с вами будем готовить. А что именно готовить, нам подскажет наш шеф-повар Ильдус. Ильдус, давайте его тоже встретим. Это ваш помощник, поэтому его нужно встречать. Очень ярко. Ильдус! Итак, коротко о правилах нашего шоу. Задача гостя – приготовить изысканное кулинарное блюдо. В этом ему помогает наш шеф-повар. Перед началом всего этого процесса гость выбирает усложнение, которое будет мешать ему и шефу приготовить кулинарный шедевр. Устраивайтесь поудобнее. Мы начинаем. Нужно сейчас выбрать усложнение. Давай, выбирай. Так. Беренги копшегы. Беренги копшегы. Беренги копшегы. Прикольно, да, что на татарском? Я подготовил специальное имя все на татарском, потому что булар би куата силишэр татаркалинде. В общем, это мешок картошки. Вот так вот, ребят. Все крайне легко и просто. Вы сейчас втроем будете как будто бы картошечки. И мы вас загрузим в мешок. И вы будете в этом мешке ходить, готовить и так далее. Легко, правда? Да, очень хорошо. Главное, что руки свободны. Практически. Держи. Ай, так, ребутрос. Так. Нормально? Вообще офигенно. Вот так вот у нас выглядит мешок картошки, друзья. Посмотрите, шикарно. Вот тут вот уродилась картошка. Здесь мелковатая, а это прошлогодняя. Причем гнилая. Ильдус, и ты рассказываешь, что мы будем готовить. Сегодня мы будем готовить солянку по-казански. Солянку по-казански? Вот именно. Так. С языком, все как положено, с добавлением чернослива. В древяной печи. Успокойся, мать. Вы даже не представляете, на самом деле, там очень жарко, они сказали, и сняли штаны. В первую очередь мы нарезаем лучок. Лучок. Подвиньтесь, господа, подвиньтесь. Давайте, кому нужно, давайте. Минкораптором, да? Да. Ничего подобного, я рассказываю, вы готовите. Лучок. Минкорс из ного рода, мина. Кемейте с их козле, псинькию ляве, диуана. Вспомни, ты замужем, пока ты... Кстати, по поводу замужем, у тебя же ляля маленький совсем. Ляля. Сколько ему? Ешьте и кой. Пополам? Год и два месяца? Да. Классно вообще. То есть, и как ты справляешься, будучи мамой? Нравится тебе вообще? Это очень сложно. Йок, синь, шляп, сидячь, не гендюси. Не шли битон, у меня это так тра. Она меня поддерживает, держи мешок. Мешок, держи. Миша глухай, мешок держи, говорю. Блин, блогер. Греба. Мы не гважны каши. Мы не ки-то раз на коз, так что... И ки-то раз на эминьке мандату. Синь тоже жига. Рахмад бюзу, ралашка. Да, у меня коз, мы мянчик с козу. Это не просто бонус. Я просто бонус. Дежбек. Слушай, смотри, как быстро, Рафиса. А ты где научился так быстро резать лук? Я же... Не женат? Не женат. Я же не женат, я готовлю себе сам. Я просто диплом не получил. Блин. По первому образованию... Ты сначала выплюни все, потом собери и обратно засунь. Нормальное предложение в рот. Я по первому образованию повар хотел сказать. А по второму? По второму учитель татарского языка. А по третьему? По третьему я блогер. А по четвертому? Успокойся уже, все. Как вы поняли, я здесь для красоты. Странное представление у тебя о красоте, конечно, скажу. Я тебе, подруга моя. Ребят, кстати, то, что вы сейчас режете, это продукция компания RM Agro. Наши партнеры, так, между прочим. Поэтому это очень вкусно. Всегда же надо пробу снимать. Взял? Чуть-чуть. Ребят, давай. Их меня, йоратмэй. Йо-йо-йо. Их я ратмэй, самширо. Серьезно? Ничего себе, нам повезло. Один солянку не ест, второе мясо не ест. Ильдус, мы готовим для нас двоих, имей в виду. Она солянку ест. Мы с тобой немаленькие, нам больше достанется. Давайте ваграг, ваграгайте. Ваграг, ваграг. Давай, давай. Вообще, кто ее пригласил? Это все, друзья, Aeromagro. Тут только змея газ, давайте, пожалуйста. На, подержи, ты все равно ничего не делаешь. А можно вопрос, кстати? Ты так говоришь, говоришь, вот это. А купить-то его где можно? А, купить, кстати, можно? Есть свой магазин, не знаю кто. Своих магазинов у них нет. Они представлены в Перекрестке, Магните и других ритейлерах. Вот это не подавит, сможешь колбасу потолще подержать. Потолще колбасу? А ты любишь как, потолще колбасу подержать, Айгуль? Или по длине? Нет, начнем с того, а любишь ты подержать вообще? Подержать. Я не все воросам, да? Эйгуль, ты можешь ответить, или я еду, или ю. Да, топ-трои для дивана. А узнать, а ты здесь? Да ты не вернулся, а мне где? Вот это обязательно войдет в выпуск. А можно, а вот весь раскрытый, весь, то есть целиком? Да половина, я думаю, достаточно будет. Все, рахмат, и я пойду. Можно в итоге, ашарлаю? Ашарлаю. Эфис, ты так хорошо готовишься, смотри, ты у нас не женатый. Нет, и слава богу. Почему, слава богу? Не хочу. Ты знаешь, я еще когда был очень молодой, где-то в восьмом классе, у меня была мечта уехать в Москву жить, и второе желание никогда не заводить семью. Слушай, ну ты же в Москве жил. Я жил в Москве, да, я уехал в восьмом году в Москву, но это же была моя голубая мечта. Какое-то странное слово, голубая, да? Да, я просто вот хотел уточнить, ты к парню поехал? Я вообще в Москву. Просто в Москву, да. Это была давняя мечта. Чего ты занимался? Ничего не занимался, я работал в издательстве, переехал в Подмосковье, купил землю, построил дом, и я уже работал в другом заводе. Это полипропиленовых труб, никогда не мог говорить, выговорить это слово. Полипропиленовых труб? Да. Ну что я тут, татарский блогер в Москве, кому я нахер нужен-то? Ага. Поеду в Казань, как бы сказал, великий тукань. И в итоге? И в итоге я вот здесь стою, режу колбасу, там тоже были свои прелести, здесь тоже нравится, здесь как-то татары, вон голодные женщины рядом в мешке стоят, что тебе еще надо? Почему ты не хочешь детей? Не хочу, я не знаю, я не люблю ни детей, ни кошек, ни собак, не знаю, может, это с детства, наверное. Потому что, представляешь, у меня очень много родственников, доверных братьев-сестер в городах, их на лето к нам привозили, я же в деревню родился, а я самый старший. Коя-тсень? Коя-тсалуна? Держи мешок. Держу. Коя-тсень? Ему дует. Дует. Продует мне там мои эти сокровища. Поясницу он имеется. А чем это я себе? О том, что в деревне привозили всех родственников. И вот все лето я с ними нянчился, они же все... В какой деревне? В Шагардане, это в Чувашской области. В Шагардане, это в Чувашской области, говорит. Я как это все увидел, я говорю, никогда. Айгуль, а ты тоже же у нас не из Казани? Нет. Семько-я. Нижи-камск. Нижи-камск. Ничего себе. Ну, мечтай все, русский или миссингсом? Назад! Системен, у ного-дома шагар беттердейнды. Но мне я рад не очень, что я не могу. Я рад не. Я не могу, что я не могу, что я не могу. Я не могу, что я не могу. В основном, минем беттерн окружающий тотарща-челеша. В основном, окружающий телешкей? В основном, окружающий телешкей? Окружающий, ты у нее рад не бы, окружающий. Окружающий, минем, минем яй. Что как вульгарно? Как жена и мать готовят для семьи? Я готовлю, чтобы просто от голода не умереть. Молча, любящая жена, я бы даже сказал. Просто молча. Губиками или тоже была яма? Грустные и печальные. Тоже соломочкой. Как бы сказала одна моя знакомая? Она говорит, Фима, ты готовить умеешь? Конечно. Я очень вкусно нарезаю колбасу. Это вот этот случай. Айгуль, а что у тебя? Вот есть какой-нибудь топчик, допустим, который ты готовишь, и это получается мега вкусно? Мясо, рагу по-мексикански. По-мексикански? Да. Это как? Это когда очень много перца, и даже если все плохо, все равно просто жжет рот, да? Ну, лае, но это андабар, фасоль, кукуруз, минем швар, нью ротам, швар, там есть. Фасоль, кукуруз? Да, это классная вещь. Нет, ты поверишь, что она говорит правду? Я более чем уверен. Там по-мексикански, объясню почему. Потому что все эти блюда, там куча перца, и очень сложно испортить блюдо, когда ты просто вбухиваешь туда килограмм перца и 300 грамм мяса, там в любом случае будет просто гореть рот. Это блюдо уже ничем не испортишь? Да, да, абсолютно верно. Нет, мы ведь ошарка пищи, блям, дебейтмедем. Чо сис? Тельдым сонси нато. Соломат, дебейт. Что вы знаете? Семена узиний, ойгель, кадрно, матурка, шиблин, бизерптор, кирек, ляфиз, бизерми битинами, минь вот бизим кадрно. Мне кажется, в конце выпуска они просто подерутся. Вот именно. Вот именно, дебеймисси. Он шуми китирме. А можно то, что останется, я домой возьму? Да, конечно, мы всегда так отдаем. Либо собакам, либо гостям. Но я живу. Перемещаются к плите, ребята. А, такие девочки, за мной. Так, возьмите лук. Ага, вот это. Блять. Я дохожу. Не отставайте. Здрасте, выйдите, пожалуйста, из кадра. Спасибо, у нас съемки, да. Спасибо. Мама твоя пришла, да? Нет, судя по желтой одежде, это твоя напарница. Подайте, пожалуйста, маслица. Маслица. Ага. Это что за масло? Это растительное? Растительное масло. Кенбагышская или кукурузная какой-то? Это кенбагышская? Кенбагышская масло, да. В конце выпуска помните, что мы обязательно, рецепт, все это будет, все будет. Поэтому смотрим до конца, ребят. Учись. А, жалко, у нее блокнота нет в ручке, я буду записывать еще. Зачем? Зачем? Она все равно не научится готовить. Да, она мексиканская. У нее нет цели. У нее, как бы, хорошо получается рожать детей. Ну, у тебя же ни разу не получилось. Молодец. Ребят, пока у нас обжаривается лук, вот такой вот вопрос. Как давно начали заниматься вообще блогерством? Вот что сейчас у вас больше 30 тысяч подписчиков, да? Да. У тебя получается около 20, что-то такое, 20 с чем-то. Игорь Медух, Игорь Медух. Эй-эй-эй-эй-эй. Как вот так вы достигли таких неплохих результатов достаточно? Могу сказать. Ну, а мне блогерство, блин, недавно, надеемся, где была, или... Я тебя тоже люблю. Брил, ищем, да, и жилые подписчиков, да, казахи-видеолар тушилип. Какое видео у тебя стрельнуло больше всего? Вот после которого прям пошел бешеный рост? И сколько было до этого момента подписчиков и какой рост был? Ой, хатерлями, вообще, минимум пошла ганда бешеный был ганда рузеным подписчиков, а на раз он ведет еще башеный, это на куски кильдень дошло, вот брил очень, да, брил очень, да, игорь на бешеный, да? У тебя хорошая жена, гумер, очень хорошая, я делал все, что мог, прости. Она вообще за ним ухаживает, с тобой обнимается, за ним ухаживает. Ну вот бежит, вообще нормально. А еще бушгар тревогает. Я говорю, мне бешеный, как я делаю, как я делаю, но бешеный. Вот она буша тоже так же обманывает. Мы все же делаем, как я делаю, как я делаю, мы все делаем, мы все делаем, мы все делаем, мы все делаем. Рафиз, а у тебя, когда был вот этот вспресс, когда ты понял, что да, вот блогерство поперло, вот теперь я действительно татарский блогер. Я думал, собака, ответная женщина. Думал, сейчас гафнет, а? Ну, через где-то 7-8 месяцев, наверное. Я же завел ее как, это очень странно. Люди же вот они целенаправленные приходят в этот блогер. Эгуль, ты целенаправленная, да, пришла? Я больше не хотела потом, да, начала снимать прям целенаправленную. А я-то как пришел? Опять вот это, заразные видео с Алганом Саном, да, многие знают уже. Изобрази вот это, изобрази вот это. Вот иди к черной, тувой, матерь, я здесь тебя уроню, наверное, сковородкой. Потому что саган дам, саган дам, саган дам, вот это. Это же очень дипи. Но это было, конечно, искренне. Тогда я еще даже не знал, что только инстаграм есть такое. Это в семнадцатом году. Потом это заразное пошло, пошло, пошло. И в восемнадцатом году, когда я же это уже, все уже об этом говорили, и мне моя подруга говорит, ну, которой мы вместе учились, она говорит, а что ты, говорит, а тебя, говорит, в инстаграме ищут. Хотя ты узнаешь, почему, что, где ты остался там, может, и там умер. Ну, не за того, что сидишь, плачешь так. Я говорю, да иди ты через две недели, она опять, заведи инстаграм, просто ответь на этих людей, которые тебя ищут. Я говорю, хорошо, я скачал, ответил тата радиуса, они меня искали, там почему-то такой-сякой, и все осталось. Ну, скачал, скачал, и все, и потом через какое-то время, через месяц, а что ты, говорит, у тебя инстаграм сейчас есть, говорит, а что ничего не выкладываешь? А я думаю, а что выкладываешь? А у меня было представление, знаешь, как инстаграм, я думаю, там вот эти чайки. Я сегодня купила, у меня газ, я думаю, вот такие там эти полудолбанутые сидят. А там, а там другие полудолбанутые. Там такие же долбанутые, как и я, оказывается, и причем их очень много. Я присмотрелся. Я реально сильно на умысел. А там, окажется, не только долбанутый, как Лайгуль, а там еще есть, так кажется, умные люди, очень хороший вечер. Я вот так втянулся, сначала вот этот, потом я начал уже сам, первый раз я первый очень серьезный такой стихи, прям проза прочитал мне, Маяковский, блин. А потом как-то я думаю, ну, это же не мое, что я искусственно буду делать? Мне надо делать вот свое, что я сегодня делаю? У меня сейчас и до сих пор так идет, вот как я встал, я даже не могу не причесаться, могу вот грязную футболку, могу дать, может, где-то я сижу, там даже локации нехорошие. И я вот, пришло мне в голову какая-то идея, я хочу сказать вот о чем-то. Я сказал, и причем я снимаю с первого дубля, если я пойду уже на второй, на третий дубль, я уже забуду о чем я думал, у меня уже пойдет совсем другая дема, начнем с горошка, закончу философией. Вот, поэтому первый искренний, и вот так пошло, пошло, даже не знаю, с чего вот, рывок там, не знаю. Еще хочу заметить, что я никогда рекламу не покупаю, я ни одного рубля, ни одной копейки не вложил, чтобы купить вот у таких рекламу, но мне сам, но мне самую первую рекламу сделал сам Айваз Садыров, так, просто так, утром просыпаюсь, у меня где-то было 419, вот так, а утром просыпаюсь, у меня около 2000 подписчиков появилось за ночь, я думаю, что за хэ, потом такой истории, я даже не знаю, что такое stories, я только видео снимаю, выкладываю, даже хэштейки не знал, что такое, блин, такой я был, дурак оказывается, здравствуйте, никто не стучит, это я стучил, стой, и вот, вот он мне сделал рекламу, и пошло, потом я как-то вот так научился, научился, ну и идет, идет, что мы сейчас делаем, сказали, кастаби собирать, кастабы, так мы же солянку готовим, я тоже, это же по-казански, вы что, забыли, а по-казански, у нас подача такая, друзья, для того, чтобы соляночка была вкусно, получается, вот, надо, оказывается, кастабы, кастабулся начин, ты видел, это вот это вот твой кастабы, это кастабы по-игульски, это она дома так готовит, и так, молодец, бред, что яхожу добавлено, потому что я стою за грабами, я свое небес. Ура? не удерживайся. Айгуль, слушай, а ты сколько лет работаешь уже на татарадиуса? Я ем весьught сida и � Ceylen на fartherht's yard приро. На полипропиленов заводе? Нет, я делается sausage спортивной. Да вообще просто киттем в земном плавании. Просто-просто киттем. Куда уехала? Уфа, киттем. А что там делала? Брюссида. Я на театре жена тоже. И? Не попёрла? Попёрла вроде, да, Инди-Кэбек. Я не дождалась ответа. Мен гумер, блин, понуштым, и всё, я вышла замуж. Ай, любовь, любовь вот этого, да? Любовь похожая на сон. Он башкирен? У Казанда еда. А, Казанда то он снялся? Да, инстаграмм уж это он получает. Ааа, да. То есть любовь к расстоянию у вас началась? А, стон, тут мы не лечим кулу, но ловяна. Если что останется, мы же договорить, я возьму с собой. Да, конечно, не вопрос. Эй, я не вид блогер, мне пищер, я родным. Мен он шинкар. Мен он бармен, тут я не шинкар. Он, ты крыды. Мен, да. Анарган, именно, Ленар своим недобрым взглядом смотрит. Костя Шердин? Костя, Костя, она уже. Это понятие можно еще понять меня. Костя Шердин? Ну-ка, убрали руки. Откуда это взяла вообще? Выведите из карты. Лена, можно я из мешка выйду, а? Пожалуйста. Пожалуйста. Гердигейс. 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 Позовите эту женщину. Слушай, а в жизни ты тоже такая же милая и веселая? Да, с тобой. Грустная и very rude. Ну, то есть, такая грубая женщина. Ёк шундуёк, наверное. Я же его контролирую, чтобы кастабы не сдабзил. И не с кастабизил. И ка мужик был гандам, а не оберсоповар был ганам, а не минюк шеремс. И еще лаптранды. Чё, любишь петь? Я люблю, когда... Я сам хочу петь. А вот когда говорят, ой, с тобой спой что-нибудь, там, расскажи анекдот. Вот когда мне говорят, сделай, расскажи, у меня такой... А что любишь петь? Ну, вот татарские народные какие-то? Я тебя умоляю. Нет? А что? Не знаю, вот что в голову приходит. Иногда я, знаешь, как пою? Иногда я пою то, что нет даже на земле. Вот таких слов даже нет. Сам придумываешь? В этом плане ты очень похож на моего семилетнего младшего сына. Он в пять лет очень не любил рассказывать стихотворения Деда Мороза. И просто сочинял на ходу что-то ему на ухо, там, болтал-болтал очень долго. И он говорил... Это люди всегда принимают за высокое искусство. Твой сын в правильном пути. Он будет такой же, как я. Прими мои соболезнования. Он согласен, да? Ну и принимай соболезнования, что тебе сказать? Вот такие. А иногда я могу и татарские растяжные, и русские. Я очень люблю Эдит Пьяв слушать. Мансеррат Кабале люблю. Мария Каллас обожаю. Слушаю арабскую музыку. Турецкую Сердару слушаю. Турецкие сериалы любишь смотреть? Не любишь? Отвратительная вещь. Вот в мире самые отвратительные татарские кино и турецкие сериалы. Просто я знаю огромное множество людей, которые обожают турецкие сериалы. Да, да. Это сейчас у них забомбило, мне кажется. Меня покидали все, что есть. Гнилые помидоры, огурцы, даже сапоги грязные. Я вообще не люблю. Айгуль, а ты любишь турецкие сериалы? Да. А что именно тебе нравится в турецких сериалах? Ну естественно мужчины. Нет, 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 название сериалов помнишь какие-нибудь? А именно как раз коробят они черно-белые любовь. Да. Черно-белая любовь? Да. Хороший Серёв? Да. Про вас? Ну про твою семью? Черно-белую любовь. Это про любовь темнокожего и светлокожий людей? Блотинки. Как обычно, сериалы – с Хаиршимскими, Ниндой, Уротшинды, Бой, и Бой, и Бой, и Арата Хаиршины. Уротшинды. Уротшинды. Ткачек, да. У меня сейчас макия. У меня сейчас макия. Макия. Меня жилы жилы куарин турецкий сериал, между прочим. Ты прям что бери люб корицу? Эй, бери люб кори. Это уелешал. Уротшинды. Вот у вас. Хах, мне так нравится как они ходят. Вот тут дай-ка. Вот видишь такой? нет вот это должно вот это правильно так можно вопрос толкнуть там что не надо толкать татары были умный народ они придумали специально для всего это это чтобы угли люлюкать а это люлюкать поворотской термин что это значит это ну ломаешь там ломаешь на это походу человек просто забыл слова перемешивать у вас нет там еще вот это нет у вас на французском все верно типа в команду объединили что ли вдвоем вы типа сейчас еще ты чё тоже снимешь ты в какой команде с ними или со мной давай определить а что хотел раз на раз выйдем поговорим я не могу тебе сказать минимально осащим этот троллер думай мать думай-думай-думай-думай так мы сколько ждем буквально пять минут пять минут мы ждем что мы сейчас делать за тарелками для супа и вот такую тоже надо давайте для него мы тарелку не возьмем вот для этого человека давайте мне нравится штука который нужно люлюкать ну что командный работают тарелки кто-то тебе самый дат и мишу я сам взял а лимон для чего у нас обязательно солянка должна быть лимону когда биттере чернослив то потом не говорить что я ничего не делаю а то мне постоянно пишут вот ты ничего не делал вот делаю конкретно сейчас сервировка была я люблю красиво кушать они вот так как дворники а тут не других тарелку же все не рассчитывали меня получается все такая тарелка нормально на троих такие а мне ничего чашка возьми вот такой вот такой чашка возьми еще номер 43 ммм не кинны шкан за миды как дэни миды мне кинды рак мэндэ не киндеби алар олор очень хорошо сады дыма вообще ни чеки по желанию да живот сейчас син 63 удаются вала кайм окейм все бит опер холка, кунах сил мысит от 떨어�иси газ тип приемной все остатки гостя goals я я все хорошие гостям хотел сказать о есть грязную ложку мне дали не грязная ложка тебе ложку со сметаной а так что все положили сметану мне не положили друзья смотрите я хотел сказать что у нас от rm agro есть розыгрыш розыгрыш который мы будем проводить под этим выпуском для того чтобы участвовать в розыгрыше нужно написать комментарий нужно написать я люблю продукцию rm agro написать сколько хочешь раз этот комментарий подписаться на канал поставить лайк под этим видео ну и конечно же вы становитесь участником через давайте десять дней до мы разыграем эту самую корзину большая корзина с продукцией от rm agro будет разыгрываться вы тоже можете участвовать пишите как бы тоже комментарии вот и соответственно один из вас получит эту самую корзину представляете друзья всем спасибо что вы с нами были ну и конечно же подписывайтесь на канал спасибо большое ребят вы классно если нам бичингл был драйф на бюкзор подписывайтесь на нас подписывайтесь вообще офис атакас а почему так как стать фамилия атака за фамилия вот от у меня спрашивают спроси почему вот узнал и на нее тоже подпишись айгуль сулейманова друзья вот эти два замечательных человека они снимают татарские войны татарские рилсы и вообще можно все что можно все снимают ну и конечно же на шеф-повар ильду с шикарный человек рахмат бюкзор спасибо большое ребят мы закончили пока-пока ребят мы забыли отдать подарок им сейчас мы это будем делать исправляться в общем rm agro их для ракуздар это продукция от компании rm agro это вот все полностью вам я не знаю делите там огромная куча просто еды колбасы и мясных изделий все это от нашего замечательного партнера да все шикарно сумка и остальным тоже вариант тоже время спасибо большое спасибо все вы теперь точно все